Международная Покровская ярмарка прошла в минувшие выходные в Тамбове уже в восьмой раз. В этом году ярмарка встречала производителей и предпринимателей из 44 регионов страны, а также иностранные делегации из ближнего зарубежья, Болгарии, Франции. Я уверен, что наряду со всем тем, что я уже сказал, конечно, это эффективный инструмент подъема нашей экономики вообще и развития предпринимательской инициативы в частности. Тут сомнений никаких не может быть, потому что наша Покровская ярмарка – это как лакмусовая бумага, которая позволяет определить самые перспективные ярмарочные, конгрессного характера, выставочного порядка мероприятия 21 века. И это действительно. Мы сегодня являемся примером для многих регионов. Я это говорю с особой гордостью. В этом году тематика ярмарки – легенды Тамбовской области. Каждый город и район старался удивить своей. Так Маршанск представил легенду о реке Цне. Историю любви храброго парня и прекрасной девушки, которая из-за трагической любви превратилась в полноводную речку Цну. По оценке организаторов, посетителей и в основном интересовала мясная продукция, рыба, овощи. Маршанские торговые павильоны с нетерпением ждали главное событие осени – Покровскую ярмарку. Булочно-кондитерский комбинат, маслодельный завод «Маршанские» и «Маршанская мануфактура» всегда найдут, чем удивить и угостить гостей Тамбовских. Мы представляем наши продукции. Это одеялья гражданского ассортимента, детские, взрослые, полутораспальные и двухспальные. Натуральные овечьи шерсти сделаны. А также мы представляем военно-ведомственные одеяла, которые единственная фабрика РФ обеспечивает Министерство обороны, Росгвардию и Министерство внутренних дел. В первом году мы продавали продукцию где-то около 50 тысяч рублей. В прошлом году у нас было 450. Надеемся, в этом году до рубеж полмиллиона рублей. БКК в этот раз представляет большую серию бездрожжевых сортов хлеба, серию фитнес и наша новая разработка – это хлеб деревенский на натуральных заквасках с технологическим процессом практически 8 часов, приближенный к тому производству, который когда-то делали и вырабатывали наши бабушки. Каждый раз все больше и больше покупателей и жителей города Тамбова и гостей, наверное, спрашивают, где наши точки в городе Тамбове, где можно приобрести наши изделия. Потому что наши изделия, вот когда мы смотрим результат Покровской ярмарки в торговле, то он очень успешный. У нас очень его хлеб спрашивают, покупают. Тут вы видите маленькая точка, то есть выставочный наш экспонат, а мы продали практически уже весь стол, который приготовили на выставку. Маслодельный завод «Маршанский» представляет уже, как вы сказали, в восьмой раз свою продукцию. Сегодня у нас в ассортименте это сыр мягкий «Маршанский», сыр «Брынза», сыр «Сыр Циеды», сыр «Чизер», сыр «Хрустящий», сыр «Хрустящий моцарелла». Наша продукция пользуется популярностью, масло сливочное, под сырное, то есть как бы люди приходят спрашивать, то есть мы узнаваемы, мы на слуху в Тамбовской области. На девятую, конечно, поедем, это уже традиция, мы всегда здесь, нас уже ждут, нас встречают, и мы всегда здесь. Нами снижена цена на товары и на фрукты, и на прочие продукты. Я не случайно вспомнила этот рекламный текст из знаменитого советского фильма «Кубанские казаки», ведь там тоже была ярмарка. А в экспозицию города Маршанска в этом году впервые представлен самый настоящий казачий курень. Правда, казака с казачкой мы так и не встретили, может быть, пошли выбирать хомуты. А в целом на Покровском фестивале Маршанск представил и напитки, и булочно-кондитерские изделия, и сыры, и даже продукции народного ремесленного творчества. Бочковые огурцы, медовуха. Кто на ярмарку пришел, без огурчиков не ушел. Это Владимир Антишкин. Гостей угощает бочковым шашлыком и соленьями. Он бондарь, то есть выделывает бочки и другие емкости из дерева. Бондарством занимается всю свою жизнь. С детства приучил дед, а теперь уже и сам готов передавать знания и традиции. Я определился на земле и делаю это для того, чтобы возродить русские традиции и солить в погребах не в пластиковой таре, а именно в бондарной таре. То есть это в бочках, в катках. Чтобы в баню ходили не с пластиковыми ушатыми запарниками, а ходили именно с ушатыми запарниками дубовыми. Потому что дубильные вещества, они творят чудеса с человеком. Это утрачивается. Ну и вообще надо возражать традиции ремесел. Там гончарные, кузнечные, ткачества, ну и ткачей я имею в виду, и бондарное ремесло. Это, скажем так, прошлый век, но оно заслуживает возрождаться. Еще одного интересного гостя мы встретили из Печаевского района. Его ремесло – иконопись. На вопрос, а с чего начиналось все, Евгений Иванович ответил, что долгая история. Были приключения и даже с его слов видения. Захожу в мастерскую, прям вот у меня этот, Сергий Радонежский, помню, первого сразу написал. Вот так вот вся икона, три-четыре недели пишется. Я за вечер прям его написал, и иду к художнику, у нас там был знаменитый. Он учился, так понимал. Я ему, ну не говорю, что я там, он говорит, посмотри, как он так смотрит, вот, ох, как объем даже выполнен, и все это так сохранено. И с того момента все. Даже вот среди ночи могу встать, чувствую, голова, что прям болит мне тряхну, там, захожу, начинаю делать, все, как рукой снимает все. Вместе с выставками не переставал удивлять тамбовчан и гастрономический фестиваль «Пир горой». Но все-таки главным кулинарным событием по традиции стал праздник тамбовской картошки. В этом году было сварено 382 килограмма по числу лет Тамбову. Также известные повара соревновались в приготовлении похлебки из тамбовского цыпленка. Разнообразие блюд поражало. Все ушло, все ушло, никого не винить. Маши в тенках крылу, это наши люди. Звезды льются из глаз, махни в горькой травой. Для тебя первый раз, для меня нет ни рук. По сообщениям областной администрации, за два дня ярмарки были проданы тонны яблок, овощей, мяса, молочной продукции, сыра, тысячи литров подсолнечного масла, тысячи десятков яиц, тонны сахара, рыбы, рыбной продукции, колбасных изделий. Это не могло не отразиться на товарообороте самой ярмарки. Он превысил 123 миллиона рублей, что почти на 11 больше, чем в прошлом году. Вообще молодцы все. Вот где бы мы не побывали сегодня, вчера в процессе подготовки. Вот сам процесс, сам вот полет мысли, подъем, творчество, ну, наверное, самое основное. То, что радует на Покровской ярмарке. Ну, а соседи наши, Рассказовцы, вот они в этом году превзошли практически всех. Да, вот видите, замечательный Асеевский дворец. Причем Асеев, он наполовину маршанец, но мы не возражаем. Поэтому вот атмосфера дружбы, сработничества, ну, вот то, на что нас настраивает наш губернатор, на что нас настраивает наш президент. Вот мы все это здесь сегодня видим. Атмосфера созидания. Я вот посмотрел сейчас на всю выставку и прошелся по ней. Вот меня просто очередной раз потрясло город Маршанск. Это такая выставка. Не зря в прошлом году дали первое место, а в этом дадут гран-при. Я в этом уверен. Маршанск заслужил. Это он специально, чтобы сглазить. Но опасения Алексея Викторовича оказались напрасными. Диплом первой степени снова у Маршанска. В номинации «Лучший участник среди городов». Второе место у Мичуринска, третье занял город Уварово. В номинации «Лучший участник среди районов» победитель Мичуринский. На втором «Токаревский». На третьем «Тамбовский». Завершили фестиваль выступления артистов Пелагеи и Алексея Гомона. Организаторы зафиксировали рекордное количество гостей в этом году. Отмечается, что ярмарку посетило порядка 175 тысяч человек. Чем будет удивлять покровка в следующем году? Какие будет бить рекорды, пока неизвестно. Уровень, который держит фестиваль, растет из года в год. Но, как известно, тамбовщина может больше. Тогда до встречи на 9-й Покровской ярмарке. Гуляй, Россия! Гуляй, Россия! Гуляй и бой! Гуляй, Россия! Гуляй и бой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова